Добрый день! 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 Когда едет молодой человек, у него в машине сидит ребенок, он едет, все хорошо, все прекрасно. У него прекрасная квартира, у него прекрасная жена, у него прекрасный ребенок, он сам в прекрасном настроении. Раз, авария! И какая воля Божья! Ты выходишь с этой машины и начинается перепалка, слово за словом получается драка. Ты сегодня был здесь волей Божьей. Чтобы доехать до своего пункта, взять свою жену и поехать на море. А сегодня ты оказался вот здесь благодаря негативным эмоциям. Эти негативные эмоции приехала полиция, тебя арестовала, суд, тебя посадили. Ипотека была, квартира, квартиру забрали, жена ушла к матери, потому что жить негде. И что это было? Вроде бы казалось, вот недалеко, ты был вот здесь, когда это случилось. И Божья воля была здесь, что она говорила истинно. Нужно простить, нужно в нормальном состоянии повезти, но ничего страшного не произошло. Машина ремонтируется, а может быть Бог даст и другую машину еще лучше. Но ты взял, эмоционировал и ты оказался уже на другой территории, на территории врага, где все потеряно и все утеряно и все ушло в бытие. Вот, ты час назад мог все изменить. Ты час назад мог не эмоционировать. Ты час назад мог просто отвернуться и сказать, Господь, помоги, чтобы я сохранил сейчас твой мир, который ты мне даруешь во все дни. И чтобы я прошел через эту ситуацию не один, потому что я беспомощный. Может быть, мое сейчас сердце, оно и не хочет этого, но я знаю, что творит твое слово. Я знаю, что ты говоришь мне через мое писание. Я знаю, что говорит мой пастор. Я знаю, что говорит мой лидер. Я знаю, что говорит в каждом дне проповедь о прощении, о милости, а не всем этим, о любви. Но никак не о драке, никак не о эмоциональности, никак не о увечии другого человека. Это не путь христианина. Но эмоция, эмоция, что такое эмоция? Это с латыни к нам пришло. Это движущая сила. Она настолько двигает сильно, что мы, принимая ее, можем оказаться не в том месте и не так. Есть несколько движущих сил. Это сила любви, которая от Господа. И она тоже двигает агапы. Она тоже нас двигает к хорошему, к доброму, к хорошим отношениям. Ко всему, когда приезжают родственники моей жены, потому что у меня многих уже нет, и они спрашивают, они удивляются, как у вас такие отношения, с чего они рождаются, эти отношения. Я говорю, это одно, кроме нашей любви с ней, у нас есть любовь Божья. И это определяет наши отношения. Они видят, что мы не эмоционируем, как эмоционируют их дети, как они разговаривают и общаются с собственными детьми, либо с женами. Они этого не видят. Они здесь видят позитивное, может быть, и есть энергия. Энергия радости, которая и дана мне, и моей жене. И мы храним этот мир в своем доме. Поэтому очень важно, какая энергетика в нашем доме. Как мы? Мы не можем, понимаете, быть дома одними, на работе другими, в служении третьими, с братьями четвертыми, на улице пятыми. Потому что тебя рано или поздно все равно преобладает то, где ты больше проводишь время. Мы Самсона видим, который проводят с филистимлянами, и к чему это привело. И мы видим других служителей, которые служили именно с Господом, того же Петра, Иоанна, которые приводят к другому совершенно пути. И вы знаете, как нам взять этот верх над этим всем. Как нам вообще ключ получить от этого всего. Вы знаете, есть такое выражение IQ, о котором принимают на работу, о котором как бы дают оценку твоему. Но вы знаете, что ваше IQ всего занимает вашу жизнь 20%. Мышление ваше занимает 20%. А всю остальную жизнь состоит из энергии, из эмоциональных наших состояний, в каких мы есть. Послушай, знаешь, почему так получается с этим мужчиной, который я рассказывал? Вот вслушайте, что эмоция быстрее 80 тысяч раз, чем мыслительный процесс. Ты не успеешь порою осмыслить, если ты находишься в эмоции, чтобы правильно принять решение. Поэтому многие говорят и учат, послушай, остановиться нужно, не принимай такого решения, которое бы тебя уведет от того пути благословения, которое есть в твоей жизни. Представляете, насколько быстрее эмоция. И все совершенные преступления в 90% совершены в состоянии аффекта, в состоянии эмоционального негативного состояния человека. И когда с этим человеком потом разговариваешь, у меня были случаи, когда с людьми выходили из тюрьмы, я с ними разговаривал, они говорят, это был не я, я не мог так поступить, это была не моя природа, но кто-то потащил тебя туда. И если ты знаешь, что эмоциональность твоя превышена, у меня она тоже бывает, я стараюсь не применять каких-то действий в это время, я лучше отойду, сяду в машину, успокоюсь, помолюсь и трезво оценю ситуацию и приму решение уже на мысленном своем состоянии, разума, нормально и логически, обсудив сам с собой, как мне поступить. В эмоциональности ты никогда не сможешь принять правильное решение. Это невозможно. Нам нужно учиться этому, потому что мы теряем много, когда мы эмоционируем, когда мы пребываем в таком состоянии. Аминь. И поэтому давайте будем сегодня учиться, чтобы нам уйти от этого состояния негативной эмоции. Мы видим Моисея, пример очень яркий. Он убивает египтянина. Это что было? Это был порыв эмоций. Он моментально не разбирался. Если брать, не разбирался, что там, как там, почему это был порыв. Он убивает. Мы видим, как он не говорит скале, которой Бог ему сказал. Скале, скажи, вода пойдет. Он же ударил посохом. Он нарушил Божье слово. Друзья, кто такой Моисей? Это человек, который Бог разговаривает и говорит, «Слушай, народ, который ты вывел из Египта, себе ставит других богов. Давай их убьем и из тебя сделаем новый народ». С Авраама пошел новый народ. Здесь даже предложение было от него пойти. Моисей был народоначальник, мог стать Божьего народа. На что он говорит? Он уже не эмоционируя, а уже находясь в размышлении и понимании, что происходит. И научение Богом через те 40 лет, наверное, которые он пребывал в пустыне до того, как вернуться в Египет. Он говорит, «Слушай, убей лучше меня вместе с ними, потому что это мой народ. И я с этим народом вышел, и я с этим народом буду жить, и я вот с этим народом умру». И Бог оставил этот народ и оставил Моисея. Негативная эмоция, она лишила благословения того, который так родил, так заступался, который выводил, не вошел. Не вошел в землю обитованную. Бог сказал, нет. Сколько из нас из-за негативных наших эмоций не входит в землю свою обитованную? Стоит этот забор, и мы никак не можем перейти. А нам нужно разобраться с эмоциональной составляющей своего сердца. И это, наверное, более определит наше движение, когда мы начнем негативную эмоцию поменять на любовь и милость Христа, на который бы отношение будет. А это зачастую отношение между людьми. Скорее всего, эмоция, она всегда больше мы видим между нами, между людьми, между нашими поступками и нашими действиями. И что самое интересное, негативная эмоция, она приводит в действие. Тебя хватает оружие и все остальное. Так? Она, представляешь, заставляет тебя делать негатив, потому что вошел. Идеал начинает искусственно пользоваться этим. И это серьезное оружие у него. Я когда об этом размышляю, когда я это получил, послание, понял об этом, начал разбираться, я понял, где мы проигрываем. Так вот здесь мы проигрываем. Казалось бы, все, и незаметно. Я не слышу, чтобы об этом говорили даже. Об этом и не говорят. Почему-то я не знаю. Но насколько это сильно может повлиять на твою и мою жизнь в негативном состоянии. И вы знаете, Яков 1.13 мы читаем. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушает злом. Сам не искушает никогда. Бог не искушает тебя негативной эмоции. И Бог не хочет, чтобы ты был в негативе, чтобы у тебя забрать твои финансы или здоровье в твоем негативе. Бог пришел дать с избытком. Он пришел дать с избытком. Искушаешься ты сам. Я, ты. Мы все искушаемся самостоятельно. Иоанна дальше продолжает 1.14.15. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Пох же, похоть же, зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Желание первое, источник греха, подключается эмоционально. Если вы не возьмете контроль над своими эмоциями, то ваша жизнь, она никогда не будет процветающей. Это наша ответственность и наша задача взять эту ответственность. С желанием мы можем управлять, от желания мы можем уйти, желание мы можем остановить, грубо говоря. Можно желание любое остановить, если мы принимаем решение жить с Иисусом Христом, если мы знаем Господа нашего. Аминь. И притча 16.32. Долготерпеливый лучше храброго, а владеющий собой лучше завоевателя города. Долготерпеливый, долготерпеливый. Бог говорит, я, если пришлось бы мне выбирать, я бы выбрал долготерпеливого. Я бы не выбрал человека эмоционального, даже, может быть, он и грамотнее, может быть, и умнее. Почему? Да потому что все то, что завоевание я даю, Бог же дает завоевание. И я ни одного не вижу слишком сильного. Тот, который завоевал своими бы силами, он завоевал силами нашего Господа. И от его руки источник был этих побед. И он говорит, я могу дать победу, но человек эмоционально нестабильный, он не удержит это. Придет какие-то испытания, придет давление эмоциональное, дьявол давит через эмоции. Эмоциональное давление, всплеск и может сделать дела не те, которые нужны, которые разрушат все то, что придавал Бог завоевать. Поэтому, когда мы стабильно, эмоциональный дьявол ни за что не ухватится. Закрыта дверь. Закрыта дверь. Но эмоциональность, знаете, вот греха, греха эмоционально. Это тропинка ко греху. Эмоция тропинку прокладывает ко греху. И человек идет в пропасть неправильным отношениям. А казалось бы, какая-то эмоция. Слушай, это не какая-то эмоция. Это серьезная проблема сегодняшнего нашего человечества. И я думаю, что это вызов каждому из нас эмоциональным в нашем состоянии. Давайте не будем под давлением эмоций и дьявол не давать одерживать победы, а будем наоборот, наоборот, кроткими и смиренными. Когда ученики не смогли победить, пришли к Иисусу. Иисус пришел, и бесы убежали. И мы видим, что сила его была в кротости и смирении. Вот она, самая главная сила Христа. Кротость и смирение. Аминь. И притча 22, 24, 25. Не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его. И не навлечь петлю на душу твою. Послушайте, это не заповедь, это рекомендация, потому что Бог показывает нам, как это место Писания. Мы многие около этого, мы около этого стоим, многие. Возле гнева. И этот гнев порой начинает изменять наше здоровье, изменять наши финансы. Все. И вы знаете, что самое страшное, он говорит, ты можешь научиться этим путям. Ты можешь научиться, будешь с гневливым общаться, ты научишься этим путям. Ребенок, когда рождается, его доброте учат, его любви учат. И нету таких всплесков, которые потом дальше. Потом начинается школа, потом начинается институт, начинается улица. И оттуда начинают приходить тревожные звонки для нас, где начинается он, общаясь с неправильными людьми. И многие здесь сидящие в зале, общаясь с неправильными людьми, пришли в ту яму, из которой Господь, слава Богу, не прошел мимо и вытащил каждого из нас. Поэтому сами не будьте гневливы, чтобы не научить других. Это тоже наша ответственность. Потому что малого кого научите не тому. Спрос будет тройной, а то может быть еще и больше. Поэтому сами не гневайтесь, и с гневливыми не общайтесь. Либо делайте замечания и учите его путям Божьим. Аминь. Псалом 36,8. Ибо делающий зло истребится, уповающий же на Господа, наследует землю. Другими словами, перестаньте гнев отца. И оставьте ярость, потому что ведет к несчастью. Потому что делающий зло, он истребится. Придет плохое в жизнь этого человека. Вы знаете, маленький пример есть. Маленький мальчик. Совсем маленький. Взял, пришел к папе в гараж. И покорябал его машину, новую. Папа так бил по этим рукам, что когда привезли в больницу этого ребенка, ему отняли пальчики. Когда пришел папа, ребенок сказал, я никогда, папа, не буду корябать твою машину, когда у меня вырастут пальчики. Он пошел и повешался. Вот что привело к смерти гневливого, злого человека. Послушай, мы иногда режем сердце своим близким, отрезая по кусочкам своей жене или своему мужу, или близкому своему. А потом заставляем это сердце любить. Как? Как это сердце любить? Чем? А вот здесь и приходит понимание восстановления. Восстановить нужно сперва сердце, если ты видишь у своего близкого, или у своей жены, или у своего мужа что-то не так. У тебя есть любовь, которая исходит из тебя изнутри, которую ты можешь добрыми делами восстановить отношения через отношения. Ты можешь восстановить любящее сердце, которое любило тебя. Но не так изрезанное сердце все. И это эмоции, которые режут собственных ваших близких. Это опасный путь. Он ведет к очень плохим результатам. И мы видим, как я вам показал один из них. Контролировать наши эмоции, друзья, это наше решение. Это за нами выбор. Сегодня я не хочу свороляться со своими негативными эмоциями, то я говорю, несчастье в свою жизнь. Несчастье в свою жизнь. Если я не хочу разбираться с эмоциями, я говорю, несчастье в свою жизнь. Что такое обида? Это еще один эмоциональное составляющее. Когда мы обижаешься ты на другого человека, ты думаешь, что ты охраняешь сам себя, ты охраняешь свои, какие-то внутренние свои понимания, свои внутренние плотские дела внутри самого себя, чувства свои, все остальное. Ты охраняешь это? Нет. Ты охраняешься через обиду, ты просто лишаешь себя будущего. Сражаясь за право быть обиженным, вы сражаете за право быть несчастным. И я вижу, как сегодня многие люди сражаются в обиде за то, чтобы к ним, может быть, отношения изменили или еще какие-то. А на самом-то деле ты просто через это начинаешь терять право на свое собственное счастье. Вроде казалось все просто, но как все сложно? Ну, решение от вас, вы же способны через слово способны все это изменить. Сегодня важно понимать, если я совладею с эмоцией, то я войду в завтрашний день гораздо счастливее. Ты хочешь быть счастливее? Ну, начни сегодня, но сеял ты плохо, но бывает, но есть дверь покаяния, которая можно всегда войти, она всегда открыта. И новый урожай начнет по-новому взращиваться, и новые посевы взойдут, и ты новое пожмешь. Это же есть, это же есть Евангелие, облагая весь, что не заканчивается на том из твоей ошибки, что ты сейчас совершил, и все, нет. Нет, ты можешь продолжить дальше путь. Эфесянам 4.31. Всякие раздражения и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будет удалены от вас. Это тоже эмоциональная составляющая. Это тоже мы здесь видим, что выбор за нами удалять или оставлять в себе описание говорить. Вы можете от этого избавиться, нам нужно обузывать себя в неправильном руслом эмоций. Эмоции приходят на то, чтобы вы ожидали, ожидаете. Мы можем настраивать себя друг на друга. Наше состояние может резко меняться, зависит от внешнего проявления. Было плохо, плохое настроение, а стало хорошее. Но это тоже неправильно. Деньги на карточку приходят, я всегда привожу, сразу настроение меняется, да. Сразу раз изменилось настроение, сразу раз и вроде как бы это. Но это не наш путь, он вроде такой простой, но это не наш. Я говорю, какой, что ты радуешься? Ну это не твой путь, ты должен, до этого почему не радовался? До этого почему ты эмоционально тогда не был в такой радости пребывал? Ну Библия же тебе говорит, радуйся, у тебя есть спасение, у тебя есть вечная жизнь. Тебе этому надо радоваться, а не тому, что приходят деньги на карточку. Они могут не приходить, или может еще какие-то, а может еще какие-то быть трудности. Ты чем живешь, я говорю, чувствами, теми которыми здесь на земле, или ты живешь верой. В 2 Коринфе я нашел 5-7. Ибо ходить верою, а не невидимым. Мы руководствуемся верой, а не 5 чувствами. Кому отдаем мы свое руководство? Нам важно ходить не чувствами, а именно ходить верой. Многие хотят прикоснуться к Божьему присутствию и говорят, вот, Боже, было бы присутствие. Да Бог всегда стоит за твоей спиной, Он никуда и не уходил. Ты не всегда ощущаешь, может быть, не надо, чтобы, там, как мы говорим, да, какие-то были внешние, внутренние наши проявления. Он говорит, я всегда стою. Я стою из-за того, что я люблю тебя и помогаю тебе. Я не отходил, ты стоишь в собрании, где бы ты ни находился. Я стою сзади тебя. Тебе не надо меня искать где-то, ну, неизвестно, ну, неизвестно ехать куда-то, кому-то ходить или еще что-то. Это я, говорит, всегда с собой, это момент твоей веры. Если я верую, что Иисус Христос умер за меня и воскрес и дает мне победу и дает мне силу, то какая еще вера мне еще нужна? Что у Иисуса Христа нету веры. Я верю просто в Него, а все остальное происходит благодаря Его силе, благодаря Его власти здесь на земле. И Петра 1,6 мы читаем. Осем радостись, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Только находясь в трудностях человек, только находясь в давлении, он может по-настоящему посмотреть, а в какой же я стою вере, а вообще есть вера. Потому что если произошло уже, если мы это видим, зачем нам вера, она не нужна. Именно трудности определяют, а есть у тебя вера или нет. Вы знаете, вот такой свой пример проведу. Вот у меня есть билеты в Питер лететь, я 4 года не был. Хороший мотив ехать с дочкой, чтобы побыть с 15-летней, чтобы показать ей что-то, побыть с ней, пообщаться, помолиться вместе. А денег нету, я захожу в тайную комнату. А я смотрю, сегодня тайная комната как-то обезличена стала, вообще разговариваю, люди как-то даже где-то удивляться начинают. Я захожу, говорю, отец, ну неужели тебе будет хорошо, если я приеду в Питер и буду своим пешком ходить, докуда дойду и посмотрю то, что я дойду своими ногами. Но ты же любящий отец, ты хочешь, чтобы я уже все выучил, Питер дворец посмотрел, Пуш, Царское село съездил, в Эрмитаж сходил, да. Я же хочу всего этого тоже, и хочу дочке своей показать, и мотив правильный. Почему так не случается? Может, что-то удерживает? Может, что-то удерживает, я не знаю. Но я знаю, что ты мой источник, и ты зальешь свою благость и милость, и я поеду с избытком, потому что ты так, Господь, говоришь. Я твоими говорю словами, я верую в тебя. И завтра мне уезжать сегодня пришло столько денег, что мне хватило с избытком съезда. Вот и все, друзья. Момент моей веры сейчас, дочка и я, как я перед ней буду, я же не могу ей говорить, извини, дорогая, не получилось, и там у нас, ну, так будем по-другому. Доширак с тобой будем есть, но мы в Питере зато. Нет, друзья. Я пришел в тайную комнату и встал на колени, и сказал, Бог, сейчас я верую в тебя, потому что у меня трудно, у меня ничего нету. Я самостоятельно не смогу без тебя сделать, и я не знаю, кто это удержит, я не знаю. Но у меня есть ресурсы, которые ты можешь помочь, и придут финансы. Оно так и случилось, так и произошло. Я никогда в своей жизни не оставляю Бога на втором плане. Бегя, можно побежать денег занять, а что тут позвонить, он не откажет, слава Богу, за нашего брата занять, и все остальное. Нет, друзья, у меня первичный есть мой Бог, который не зависит ни от кого вообще. Он зависит от моих отношений и моей веры с Ним, и тогда я получу то желаемое, которое Бог мне обещал. А Он обещал жизнь с избытком. И дай мне, говорю, Бог, дай. Я могу право, я сын твой. Я могу прийти и попросить у тебя, потому что я сын у тебя. Кому я пойду? Мои дочки ко мне идут, 200 рублей скинь, 1000 рублей скинь. Кому они идут? Не к вам, а ко мне, к отцу. Я к отцу иду, идите к отцу. У отца всегда все есть. И вера, вера дает нам радоваться. И Павел, находясь в шторме, примерно говорят люди, что было около 276 человек на этом борту, около 300. Я не буду, потому что, ну, где-то под 300 человек было на борту. Смотрите, деяние 27, 22, 26 говорит нам. Теперь же убеждаю вас, обратитесь, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и который служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся. Я тебе говорю, не бойся. Павел, тебе должно предстать перед кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи. Ибо я верую Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров. Павел плывет, 276 человек, а они уже не едят. А дальше, если эту историю читают, Павел говорит, слушайте, да ободритесь, давайте вообще поедим. Мы же не кушали так долго, давайте поедим. Почему ты, Павел, такой смелый, а почему ты так себя ведешь, да, задаешь вопрос, вроде корабль качает. А у Павла есть слово от Бога, что он не умрет и что все останутся живы, и он ободряет их. И также у каждого из нас, если у тебя есть у одного слова, 300 человек, ты можешь поговорить спокойно. Не бойся, что произойдет. Не бойся, все будет хорошо, потому что у Бога сказал слово. И самое лучшее сейчас, мне нравится это говорить, когда мы находимся в Боге, а вы находите сейчас в Боге, и самое лучшее, что с вами происходит, это происходит, потому что Он с вами и Его рука на вас. И будет еще лучше, провозглашая Бога, скажи, Господи, я укрепляюсь в Тебе, я одном. Я иногда, мне бывает плохо, захожу в туалет, зажимаю голову между коленами и говорю, Господь, пастор мой, Господь, пастор мой, я все смогу в укрепляющем Иисусе Христе. А как не смочь? Ты же в Иисусе Христе, Он в Тебе, Ты в Нем. Как не смочь? Кто-то говорит там про выгорание, еще про какое выгорание, ребята? В Иисусе Христе какое выгорание? Ты просто не знаешь Его, скорее всего, пойди познакомься. Так бывает. Либо что-то потерял. Вы знаете, я вижу в Глиссиманском саду, как Иисус проходит. Сложные, сложные испытания. Это давление сложнейшее. Это же эмоции давят на Него, и Он скреплен этими эмоциями, Он сдавлен этими эмоциями. Ему, Он говорит, отец, может быть, чаша сие пройдет мимо меня, Он потом говорит, да нет, пусть будет воля твоя, ты пусть будешь, ты что скажешь, то я буду делать. А если бы Он не пошел, а если бы Он не сделал, да у нас спасения бы не было. И для чего Он пришел, ты бы никогда не исполнил. Когда ты только входишь в Божью волю, дьявол всегда начинает сразу нападать на тебя, он начинает сразу что-то строить в твоей жизни для того, чтобы тебя отвлечь. Но Иисус не пошел войско собирать, не пошел говорить своим ученикам, идите соберите войско. Он пошел куда? Пошел молиться в Глиссиманский сад и их оставил. Про образ нашей тайной комнаты, он наставил, говорит, посидите, помолитесь, не спите. А мы спим, алло, просыпайся, да? Он спит, а не спят, а он не спит. Такое давление огромное, как спать? Друзья, нам Господь дает победу, и власть уже дана нам. Он уже сказал, я дал тебе власть, тебе нужно взять и пользоваться этой властью. Вы знаете, но дьявол пытается нас обмануть в трех основных состояний наших, которые мы иногда впадаем. Я вам сейчас прочитаю. Первое. Он пытается убить нас, чтобы мы, убедить нас, чтобы мы никак не можем изменить обстоятельства, которые складываются вокруг нас. Врешь, можем изменить, потому что Господь пастор мой, потому что укрепляющим Иисусе Христе я все смогу. Второе. Он пытается обмануть нас в том, чтобы мы ничего не можем поделать со своим характером. Ложь. Потому что мы преображаемся в образ и подобие Христа, и берем характер Иисуса Христа. Не обманешь дьявол. Третье. Дьявол пытается убедить нас, что мы ничего не можем сделать со своими слабостями, поэтому нам лучше смириться с тем, что есть. Какие слабости? Врешь. Бог сказал, слабое я возьму и подниму, чтобы пострамить это сильное. Врешь. Врешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова